Итак, друзья мои, что я хочу? Ну, многие из вас, наверное, знают уже. Кто-то, может быть, нет. О чем идет речь прямо сейчас? Я хочу сделать долгоиграющий конкурс, который будет адресован в первую очередь тем, кто, как все мы здесь находящиеся, любит Гвинт, давно с ним, и для кого приз, который я готов предоставить, будет на самом деле ценным. Не какая-то там фигня и цаска, а то, что имеет действительно хорошую такую стоимость для поклонника нашей с вами любимой игры. Поэтому все очень просто. Вуаля, магия интернетов. Я представляю значок с Келлиги из настоящей серии Гвинта, которая была запущена разработчиками, собственно, из CD Projekt Red, и которыми они пользуются во время всех официальных мероприятий. Вы такой подобный значок видели на ласкане самого Павла Бужи, например, и прочих ребят, которые ведут Open. Которые напрямую заняты с Гвинтом, и это военного рода такой знак отличия. Очень крутой для всех тех, кто в теме. Почему с Келлиги меня обычно спрашивают, а я там, допустим, не Север? Ну, скажу просто, потому что у меня есть значок с Келлиги. Дальше, конечно, посмотрим, как еще что-то может развиваться и прочее, но прямо сейчас это вот такая вот история. Плюс к этому, поскольку это приз у меня физический, да, мне придется его отправлять там по почте, за свой счет я возьму на себя расходы. Я сделаю сразу очень простенькую такую отбивку, ну, без всех юридических формальностей, я думаю, вы меня поймете, если я что-то где-то забыл и не сказал. В общем, это будет обычная отправка почты России. Ну, не знаю, по тем регионам, которые представляют обычные условия. То есть, это Россия, это какие-то простые для отправки страны СНГ. Если кто-то, ну, как кто-то, если победитель живет где-нибудь в странном месте, с которым все тяжело, ну, я думаю, мы постараемся что-нибудь придумать. Не обещаю, что все получится, но, может быть, у нас найдутся какие-нибудь общие знакомые, чтобы передать и так далее. В конце концов, не чужие люди. Теперь немножечко о том, как все это будет происходить. А, ну да, я еще анонсировал карту, давайте я вам ее тоже покажу. Где-то это было у меня внизу, да? Едем, едем в группе вниз. Да, вот так я ждал кровную вражду. Оказывается, как много всего было в группе за это время-то, я уже и забыл. Вот. Также у меня есть вот такая карта Мильвы с автографом одного из разработчиков. Причем это были те самые еще оригинальные разработчики, которые, ну, делали игру для ЗБТ. А делали игру для ЗБТ, в общем-то, те же самые, как вы помните, ребята, которые занимались гвинтом аж в самом третьем Ведьмаке. Вот. А карта, понятное дело, там немножечко пообтрепана и все такое, но ее ценность не в этом, она, в общем-то, символичная. Марсик, да, здорово, у меня тут конкурс, так что внимай. И тот самый значок в упаковке, вы можете его видеть, он идеально новый. Если вы не знали, как выглядит упаковка от такого суперофициального значка, ну, вот она вот такая. Там внутри красивая картонка с красивыми буквами с обратной стороны и все это в таком прикольном пакетике, чтобы сильно не потерлась. И это будет, как я уже и говорил, призом с каким-то, не знаю, условием. Мне сейчас очень трудно вам сразу сказать все тонкости этого конкурса, потому что не до конца еще все продумано. Единственное, в чем я точно уверен, это то, что разыграю я это среди подписчиков Твича. Ну, то есть, как бы, можете, если уж сильно хочется забить там на Ютуб и ВК и так далее, это для тех, кто смотрит меня в Твиче. И это для тех, кто играет в Гвинт и его любит. То есть, как я это буду определять? Пока не знаю, но я думаю, что механика будет завязана на следующую штуку. А в какой-то момент, когда я скорее всего уже пройду всю кровную вражду, а я намеренно это сделаю, то есть не очень скоро, вы видите, какая скорость примерно прохождения уже после пяти стримов, спустя неделю после выхода игры, я создам стрим, закрытый для подписчиков, в котором, собственно, смогут поучаствовать, ну, только те, кто имеет право на приз. Так что, если кто-то сомневался подписываться или нет, хе-хе, мы тебя ждем. Вот. Дальше мы, наверное, пообщаемся с чатом, возможно, это будет что-то на скорости серии, там, простые вопросы по Гвинту, не предназначенные для того, чтобы выявить самых-самых-самых крутых чуваков, а предназначенные для того, чтобы, ну, может быть, с одной стороны дать шанс начинающим ребятам, а с другой стороны предоставить некоторый адвентаж тем, кто действительно увлечен игрой. Ну, вот у меня такое желание не отдавать этот приз в какие-то посторонние руки. То есть, он сделан, там, может быть, даже не для того, чтобы как-то у меня поднялось количество подписчиков, хотя это, конечно, тоже было бы не дурно, так что приглашайте всех своих друзей, кто играет в Гвинт, рассказывайте с тем и так далее. Вот. А это такой жест доброй воли для сообщества, которое я очень люблю и с которым я вот уже полтора года нахожусь в очень хороших отношениях. Вот. Так что, может быть, это будет какая-то условная викторина, может быть, кто напишет первую какую-то приколюху и так далее, за оставшееся время, а я думаю, это не меньше месяца точно, я этот момент придумаю. Главное, что оно будет разыграно в эфире, среди подписчиков и шанс максимальный получат те, кто любит Гвинт. Вот такой вот анонс. Можете считать конкурс официально открытым. И, не знаю, если есть вопросы, давайте с удовольствием с вами пообщаюсь на эту тему. Вот. Мартик спрашивает, интересно. Вот руки может Гвинт дадать к тому времени. Окей. Может, и дойду. Давайте. Вот. Что я хочу еще сказать? Не знаю. Наверное, уже я сказал все, что хотел. Начинаю делать музычку потише. И всем, кто здесь прямо сейчас был ради розыгрыша и будущих конкурсов, я говорю большое спасибо. Вот. Более я вас не задерживаю, если вы, конечно, не хотите посмотреть еще немножечко кровной вражды. Потому что мы в интересном месте на завершении Ну, что ж такое-то. Как так заложаться можно было? Вот. На завершении второй локации айдирно, так что у нас впереди в самый ближайший момент будет достаточно большой кусок сюжета и переход, насколько я понимаю, в Махакам. Это клево. Это здорово. Так что оставайтесь. Мы сейчас без швов, без всего продолжаем эфир сразу снова обратно в кровную вражду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...